дитва ри сделала смуси дети сделать я смуси вкусные и арбузик у дядя ян ля там уже сам мусс отеля с андрей дядя приезжал не брал свои сигаретные курки вкусно риска приготовила смой себя мама помогла конечно и арбузик с утреца пораньше на завтрак полезно витаминчики полезно на мои курочки что там не рассказываешь петушок петя петя петушок золотой гребешок привет все мои хорошие очень слышно я слышно надеюсь я делаю даже такой пушистенький микрофончик чтобы меньше шума было просто я прослушала другого видео таки там шум присутствует когда посторонний шум я сейчас буду готовить обед деткам буду готовить в моем этом аэрогриле у меня со вчерашнего дня приготовлено потому что вчера готовил рыбку в аэрогриле и заодно вы давайте две сделаю чтобы уже было готово типа и шумер супчик пюрешка и вот рыбка все два дня вот так потом будет что-то новое мяско может какой-нибудь пока до этого кушал только бульончик и пюрешечку картофельную а вчера даже сделали картофель с бачком чуть-чуть пюрешка и рыбку-то одну мне в аэрогриле приготовил сейчас я буду готовить деткам в аэрогриле поставлю смотря в интернете чтобы не пачкать и на эту решетку этот бумажечку специально пергаментную кладу алюминием я не пользуюсь кстати и я раньше рассказывала новенький кто есть вот алюминиевая бумага на очень вредно для здоровья потому что в алюминиевой бумаге там микро эти микро какие-то частицы и металлические вот и тогда это не есть хорошо как для нашего организма 4 волосы помыла им залезала чтобы они были ровные были вот что деткам готовлю готовлю деткам такие вот французский называется пупьет здесь мяско фарш обмотана мясом тонким это свининка и жиренько такой вот вот я думала может быть надо было ножка маслицем его промазать хотя в духовке когда делаю духовке не делала до этого я делала стас пропекала попробую пробую все пробую что получится таким ножка сверху так помажу маслицем посмотрим что получится вот и со свининки да но готовы покупаю не сама не делаю можно конечно сами может быть сделать мясника можно купить готовые же такие перематанные только берешь его там фарш свинина может быть чистое свинина и мяско свининки сверху и жирненьким как называть этой штучка беленький жирная вот таким вот образом видно будет или нет вот так помажем немножечко маслицем все-таки посолим поперчим также места это у меня было и меня видно и подальше на и вот только это лайна тела видно вот и маслицы чтобы и что готовлю было видно чтобы меня хотела было видно ну что я сегодня проснулась такая какая-то вялое потому что я проснулась пол третьего ночи и больше не заснула вообще не хотелось спать никак книжку взяла думаю я часто с книжкой бы свободно засыпала взяла книжку дочитать там а сам наш когда читать ну ну сейчас это книжку это возьму и дать не почитаю она меня усыпит не даже с книжкой нет не усыпила мини капельки что я у третьего на ногах но сил не было то у меня другие не просыпалась до пол пятого 5 по-моему и я что-то там делала по дому а это даже силы не было ничего делать хотелось ничего носим на силу и теперь хочу делаю хочу не делаю вот и учусь учусь я только учусь как говорится надо было на мне картошечку может положить хоть несколько картошечек что у меня попросили а у нас еще фасоль есть положена ножичка фасоль внизу есть толстенькая фасоль и что одно только из одного мяса который когда не до вот так что проснулась и вот с книжкой просидела целый день не положили бутылку на место свои коктейли делали с утра с арбузов хотели сделать это смеси с арбузов и просто беру фасоль у меня фасоль собрала она очень толстая попробую что получится и готовить получится что не получится не знаю рискнем правильно то не рискует тут не пьет шампанское нужно надо так уложить бумажку чтобы меньше заставить засаливалась вот так не будет хотя бы мне кажется прилипать если на это бумажечку ложить детвора приготовили себе смуси с утра им нарезала арбуз пусть им не понравился это нужно было перебить в этом блендере этот арбуз и добавить лимонный сок и газированную водичку сказали не это попробовала конечно же нельзя газированную водичку я так слегка попробовала гриме тоже не нравится как-то невкусно и селся у меня что-то нет вообще никому что-то нет понятно что нет там что проснуться ранее поспать практически а мне в этот два часа встречи еще нужно ехать мантабана что если встречу не могу отменить это с этим doc не цен дэдховято вот все доктор по работе вот я же должна была по идее вернуться на работу где-то с 1 августа не получилось не получилось по причине того что у меня полицию положили в экстренном порядке так сказать эспаньол так сейчас выберем эти купила разных специй новых попробовать итальянская испанская паприка очень вкусно паприка я люблю а мы еще здесь паприка не закончилась нужно закончить что было эрдур провинс права сальса и травки соль мне очень нравится ой 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 раз намешаем примучаюсь значит мне надо эту штуку покупать которые за мной наблюдать будут за мной везде ходить вот да с утра себе приготовила кстати тоже этот по нашему по французски и по английски в принципе а вы мне сказали что нужно откушать овсяную кашку на воде вот приготовила себе в моем аппарате эту кашку на воде утречком покушала конечно вкуса никакого к сожалению это осталось до монополник покушаем захочется вот очень невкусно как кушать можно но на воде конечно слабенько слабенько ничего такова душу жизнь что еще хотела я травки эту не буду паприка это на мяско вот оп сейчас будем разбираться где включать потому что Арно уже вчера занимался этим приготовлением даже не знаю как где включать и вчера даже с ней не посмотрела ну я же не глупее Арно правильно я же тоже смогу наверное разобраться вот разберемся как что работает паприки чуть-чуть да и по поводу медицинской работы доктор по работе мне же с ним встреча должна была вернуться на работу а не получилось меня же увезли в скорую не получилось мне вернуться на работу но я не стала отменять встречу потому что даже если сейчас ничего не возвращаюсь на работу потому что так я предпочитаю уже подготовить возврат на работу немножко по-другому я планирую точнее она мне сказал будешь делать так и никак по-другому чтобы это мне вернуться на не на полный рабочий график чтобы я не вымоталась потому что после рака когда я вернулась я вышла сразу на во-первых через месяц после этого лекарство пить нужно окей у меня антибиотики время звонит антибиотики вот и расскажи буду пить антибиотики или может сам буду готовить антибиотики вот и поставим пойдем все вроде положила все поворачиваю вас все поеду куплю ту штуку которая за мной наблюдает так удобнее будет дальше что где ты включаешься вот здесь это наверно первый это второй мне нужен второй а сколько же тебя готовить сколько его готовить можно включать сейчас будем смотреть так мяско 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 видишь какая табличка наверное правильно у меня вечно все нет бы я сорно посмотрела когда он готовил у него поспрашивала нет ты что разве ж можно пугаюсь на себя когда так делаю а вот так свининка 15-20 минут 20 минут значит да окей посоль посоль это посоль написано и оладуш сейчас разобралась включила надеюсь получится все что сегодня вечером буду просить равно что не объяснил на мозгов сейчас вообще не работает никак не получается что-то у меня никак восстановиться все что у меня было вот будет шумно в принципе мне сделать это больше нечего сейчас уберу попозже на улицу поболтать пока у меня готовится все это дело вот опля присяду поболтаем чуть-чуть у них там совсем не красивые красивые указать здесь здесь что ли вот вот так поболтаю пока там готовится ну что начала заздравиться заканчивая запах уже не помню о чем говорила говорила о том что проснулась рано проснулась очень даже рано вообще сейчас никакая уставшая покушала эту кашку мне по вашим сайтам приготовила ее овсяную кашечку и да у меня сейчас встреча после обеда с этим доктором по работе господи вернулась вообще мозги какие-то какие-то отсталые я не знаю вообще непонятная непонятная вот я такая же была в этом больнице но он говорит когда даже нужно было какой-то писать документ я это там писала еле 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 он говорит я так на тебя смотрела мне даже страшно было так учнение что у тебя был не приступ какой-то боли а именно был у тебя этот ну эти авиасейфоруб по-нашему я не знаю по-русски когда там с мозгом что-то случается вот и от этих лекарств от всего что напичкана была у меня тихо постоянно все текло 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 может быть такая была никакая вот и и разговаривала я вот так еле еле я даже себя слушала я себя мне нравится что я не такой человек я люблю более лучше как сейчас разговариваю то я считаю что сейчас медленно разговариваю я вообще больше такая болтушка вот и почему да то что я вот сейчас по славе до поеду потому что я хотела чтобы идти на работу да не получилось же потому что попала в эту скорую и потом лечение за лечением вот и опля и в конце концов да мне продлили больничный 23 августа и все таки с этим с врачом нужно встречаться потому что я же как я сказала я буду выходить на на нерабочий график ой не на полный рабочий график вообще работаю 35 часов по контракту вот но наверное сделаем так чтобы у меня было не знаю сколько там можно минимум 20-25 часов наверное в неделю работать только вот потому что я не в состоянии выйти сейчас на полный график как я это сделала по глупости когда у меня был рак вот когда мне оперировали я через месяц мне дали месяц больничный вообще могла до двух лет сидеть дома вот ну я тут же через месяц выскочил как же так я же выздоровела какого я бы сидеть я такая лошадь поперла вот ну и что поперла а не знала что будет следующим этапом также у меня все убрали и яйцеклетки правильно так называют яичники вот яичники же убрали и все ты пуфер месси же ту жена рафаэля стоит здесь рафаэля возле комнаты смотрю закрывает окошко мешаем ему болта вот и а то что убрали яичники естественно начался этот гормональный сбой это и запоз что у нас у женщин бывает когда гормональный сбой это заканчивается месячной вот и вот с этим всем это с этим подарком таким ночами не сплю плохо себя чувствую уставшая вообще было вот полным плакала за это мне дали выписали эти антидепрессанты в свое время антидепрессанты толку мне никакого я даже с этими с как называется с чем спать то со снотворным даже со снотворным я тут из-за этого очень сильно расплакалась мне выписали снотворное сказали очень сильно ты заснешь будешь спать всю ночь я легла в районе 11 и пол четвертого я открыла глаза я разрыдалась я так разрыдалась так было так обидно что я опять не сплю даже с таблетками я не сплю вот ну я уже была вымотана на нет к тому же когда я вернулась на работу я уже отсутствовала два с половиной месяца получается за полтора месяца до операции если он как бы мне сразу доктор сказал вы не на работу не выходите подправливаем к этому всему со мной нужно разные операции операции анализов сделать то что на больничный сразу меня отправили до операции и месяц после операции после доставки доставки вот 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 из-за этого работа была вот вот так что хотя я предупредила директора при этом я уходила на больничный по раку что я вернусь тоже расскажу эту историю вот закончу и расскажу историю почему чего и как по поводу работы и и то что я себя очень-очень сильно вымотала по поводу того что это ну работа была очень много и предыдущую и новую и даже с тем что я практически пахала и дорабатывала и новое дело и то я успела сделать получается я январь не считаю потому что я говорю что январь я как бы дорабатываю работу которая была не сделана это февраль-март-апрель-май за четыре месяца я сделала сто восемьдесят документов сто восемьдесят допросов на материальную помощь так вот я даже директриса приезжала у нас получится много разных этих филиалов так скажем и главная директриса приезжала в лузы и когда у нас было собрание так и сколько чего какие документы я говорю я отправила уже сто восемьдесят запросов у него глаза так вылезли ну как сто восемьдесят я говорю да сто восемьдесят запросов вот так вот и и мой директор мне хотел еще добавить еще там фактурацию фактуры делать я ему прям при нем уже говорит директорисе я делать этого не буду он такой будете я не буду этого делать он такой почему вы не будете делать потому что это в моей роли не входит а почему это в моей роли не входит возвращаемся назад я вам рассказываю если вам интересно откуда все проблемы у меня идут нервы и все остальное мне в свое время кто помнит еще влагается регулярно наши в мои каналы все мне в свое время пообещали я была вообще это оформлена как секретарь на работе ну как меня взяли по контракту секретарем но я за два года сделала все я подняла сыр наш отдел очень хорошо и я просто 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 одну секретарьскую работу я занималась работой всех ну что ты не мешаешь изговаривать куда что там вот и мне специально куда и я занималась документами а да я как говорится и документы делала секретарскую работу и делала работу именно моих коллег которые эти работы перестали заниматься все на меня перекинулось я все делала и финансировали я оформляла и фактуры я делала и плату я проводила тоже все на мне было вот единственное что я не делала визиты технически но только на окна поменять такие вот конкретные которые я практически мало очень знаю вот у меня нет такого технической наработки а вот именно то что там ванны поменять людям по старичкам или же там лестницу им оформить сделать знаете эти поднимаются электронические вот эти стулья это я делала просто муж говорит все визиты делала все успевала делать вот и мне директриса пообещала у нас была директриса был директор мне пообещала сказала я вас этот пройдете обучение хотя мне это не нужно так просто официально нужно обучение пройти вот и я вас это повышение повышение делаю по статусу меняю не секретарь а именно заниматься этим по по у нас по у нас по прием прием обучение обучение все нет и нет и у меня у меня меняется директора уходит на пенсию вот так вот приходит директор прошел год тишина у нас это каждые два года встречи с директором обсуждаем как по поводу повышения или по поводу зарплаты по поводу как происходит работа и встречаемся мы с директором я ему сразу говорю вы знаете вообще-то мне обещали повышение но что то я этого повышения не вижу он такой да я знаю я читал ваши документы что вам обещали повышения да он повышения вам не сделали вы знаете и я вам тоже не сделаю повышение как сделать повышение А ничего что я работаю как за троих тем более вот этим летом предыдущим мне работала одна у меня коллега на больничный ушла второй коллеги вообще не было, я отняла работу за троих. Одна. За троих. Вот так вот. Два месяца на мне пахали. Я ему объясняла, я говорю, понимаете, это как бы нереально. Значит, тогда окей, договорились. Раз нет повышения, говорю, с этой минуты я вас предупреждаю, я прекращаю делать работу, которая мне не принадлежит. Я секретарь в документах, я остаюсь секретарем. То есть я должна добрый день, я вам передаю мадаму, мою коллегу. Или если мадам моей коллеги нет, значит, я передаю моего директора, с ним разбирайтесь. А вам контракт? И когда мне коллега скажет, надо отправить там контракт, я отправлю контракт без проблем. Все. На этом моя работа заканчивается. А дальше введу данные, составлю таблицу Excel, где вестись данные, чтобы наблюдать, кто чего и как, где находятся документы. Все. Моя работа на этом заканчивается. Я не имею права рассказывать людям, какие они имеют получать материальные блага, куда нужно обращаться, потому что я считаю, для вас неквалифицированными работниками. Вот. На это как бы порешили. Я продолжаю еще как-то вроде уходить от этого, но все равно вижу, видя, как люди все-таки привыкли со мной работать, потихонечку пыталась как бы перекатывать мою коллегу. Но это долго и нудно было. В конце концов, когда мне объявили, что у меня рак, я сказала, все, я вернусь сюда только с одним условием, на эту работу, что я директору сказала, что я вернусь после операции, но с тем условием, что я, либо вы мне поднимаете квалификацию, либо нет, значит, тогда я буду выполнять работу на 100% только секретаря. Ну, вы обязаны придут, придет придет моих коллег, потому что я коллеге когда сказала, что я с этого дня больше не буду делать работу, она мне ответила, это тебе решать, и ты это решит. Так вот. Благодарна за сколько лет, за 7, за 6 лет, 6 сейчас уже, 7 получится в этом году, за 6 лет работы вместе проведены, за то, что я за нее работала, выполняя всю работу. Вот так. Пока я делала работу, их работу, моих коллег, я была хорошей для них, прям такие, прям подружки почти были. Вот. А когда я сказала, нет, и все, дружба закончилась. Я, конечно, это мне тоже подбило очень сильно, подкосило. Я была очень настроена, я такой человек добрый, наивный, я не знаю, наивный, наверное. Я всегда верю, что это хорошее, я когда людям что-то даю, я никогда не жду ответа. Я помогаю всегда с открытой душой, с открытым сердцем. Вот. У меня одна есть знакомая регулярно, она говорит, ой, я прекращу приглашать детей, то это там, таких-то, потому что я постоянно приглашаю, приглашаю к нам в гости, а этих детей, ну, чтобы у нас дочка играла, они никогда не приглашают. Хватит, я больше приглашать не буду, что это, игра в одни ворота, знаете. А я приглашаю, например, детей всюду, я им приглашала, никогда не ждала, чтобы моих детей кто-то пригласит в обратную. Никогда, потому что у меня другой совсем склад в жизни, другие мысли, другой характер, все по-другому у меня. И, конечно, меня это очень убило, мне стало очень больно, обидно, что так вот мои коллеги, значит, пока я им все за них делала, было, знаете, все хорошо. Когда я сказала, нет, ребята, я не буду за вас больше, вашу работу выполнять, значит, все, любовь прошла, завяли помидоры, как говорится. Ну и по возвращению, конечно, после моей операции, после рака, я в январе вернулась и конкретно сказала, все, я выполняю эту сельцарскую работу и директор пришел и объявил привет моих коллегах, все, Галина остается, теперь она только на сельцарской работе. Ну что, я-то свою работу выполняю, а они не выполняют. Никто не выполняет, даже 35 часов в неделю, даже так ради удовольствия решила записывать, во сколько приходит и во сколько уходит моя коллега. Она приходит, позже меня, потому что, когда у меня дети в отпуске, на каникулах, я приезжаю рано, приезжаю к 7.30, к 8. Когда дети у меня в колледже, я их вожу, то получается где-то в полдевятом, потому что я к 8 отвожу и в полдевятой на работу. И я в 7.38 приходила, как раз попалась на каникулы, если ее, естественно, не было. В 12 у меня там обед, например, или до часа, когда как, покушаю быстренько и возвращаюсь, продолжаю работать. Я оставалась, бывало до 7 часов вечера, до 6, до 5 по-разному. И на эту неделю решила остаться с тех пор, пока она не уходит, уходит с работы. Даже ждать не нужно было долго. Приходила она к 9, закончился, приходила она к 9, уходила в 12, возрастилась в 14 и уходила в 16.30. Она не выполняла свои 35 часов работы в неделю. И один раз мне директор сказал, ой, вы, Галина, знаете, если будет коллега ваша не успевать там по документам, вы ей будете помогать. Я говорю, я не буду помогать. Он такой, почему не будете помогать? Говорю, когда коллега моя будет выполнять свои положенные часы, тогда я буду помогать. А пока, говорю, я работаю в свои часы, она не работает в свои часы, и я ей должна помогать, я этого делать не буду. Вот, такая я теперь конкретная, какая я все еще как-то раньше неудобно была, а это я прям конкретная. Вот. И у нас, кстати, наняли еще одного человека, у нас четверо в нашем отделе, технический работник, тоже была другая коллега моя, вот. И он очень много помогает ей, он очень много выполняет работу, которую он не должен по идее выполнять, потому что она не справляется. Во-первых, она не справляется, она такая очень долгий человек, она пока раскачается, плюс не выполняет свои 35 часов в неделю. И еще мой директор хотел мне повесить, делать им фактуры людям, счет фактуры, в конце, ну, в конце, когда уже закончились документы. Я ему сказала, нет, я не бухгалтер. Говорю, у меня есть диплом, да, у вас есть диплом, бухгалтер, это прежит. Окей, говорю, а у меня написано, что я бухгалтер в моем контракте? Что, написано? Секретарь, такая-то квалификация. Говорю, я могу достать документы, показать, что должен делать, секретарь, какой-то квалификации. Вот. И он мне все равно будет делать эту фактуру. Я сказала, не буду, пускай будем идти на конфликт, не будем. В другом сервисе, в другом отделе, у нас есть социальные, наш, технические. Вот. И бухгалтер, он пришел и говорит, бухгалтеру, Галина будет делать в счет фактуры, будете с ней работать, бухгалтер. Она говорит, а почему ты Галина должна делать? Она что, у нас бухгалтер? Говорит, она у нас что, говорит, менеджер по помощи материальной? Он говорит, нет. Говорит, она кто у нас? Секретарь. Он говорит, так что отстаньте от нее. Она меня защитила. Она его быстро поставила на место в зал, что вы будете делать заниматься фактурой. Там такое, это было недовольство, несчастье, было трагедии, столько куча. Вот. Так что такие дела по поводу работы. Я сказала вам, что, почему. Мне вот спрашивают, Гал, откуда идет эта у тебя болезнь? Вообще болезнь, которая у меня вышла, это ректоколит и плюс панкреатит. Это все из-за нервов. Из-за нервов, из-за обид, из-за стресса. Вот. Много чего не сказано было. Это все здесь накопилось, теперь входит из меня. А что... Такие вот дела. Так, у меня пропищал там этот, пойдемте посмотрим, что там готово или нет. Так, да-да. Ну что? Вердикт. Вроде так неплохо. Сейчас посмотрим, надрежем, готово или нет. Кстати, вчера мы после обеда возили детей заниматься этими скалолазанием, так скажем. Готовы, слушайте. 15 минут и мясо готово. Удивительно. Сейчас попробуем, может быть, оно не готово. вкусно. Вкусно? Ну, нельзя его кушать, оно же жирное. Что-то, я попробую. фарш внутри. Она добавлю сюда, чтобы точно быть. Ну, что-то там. Включаем. Включаем. фарш. Ай-фай. Фарш. Фарш. позаниматься немножечко. Ставлю, покажу. Так как мы в отпуск никуда в этом году из-за меня. Летом, в июле был отпуск у Арно неделька. Я ж не могла никуда уезжать. Вообще, я с дома даже не могла выходить, куда-то ехать, тем более. Вот. И, естественно, никто в отпуск не поехал. Но Арно съездил с детками в горы на один день на велосипедах катались. Они, знаете, да, что у нас любят кататься на велосипедах, на спусках. Вот. А что, покатались на великах. И все. То, что Арно, я говорю, я на два-треть дня, он такой, я тебя одну не оставлю. Не хотел мне оставлять одну никак. Приживал. Вот. И тоже у него в августе каникулы. Скоро. Он 15-го, он с 15-го по 23-й, по-моему. Вот. Я говорю, Арно, ну уезжай куда-нибудь, я сейчас это получше, у меня уже все хорошо, в принципе, ничего со мной не случится. Он говорит, нет, не поедешь никуда. Без тебя не поеду никуда. А я, честно говоря, боюсь рисковать, потому что, ну не дай бог, у меня будет какой-то очередной приступ, а если не знаю, хоть куда, поедем далеко, и там меня в это положит, в это, как называют, в скорую. Представляете? Это и там, где-то там неизвестно где, 200-300 километров от дома. Я говорю, Арно, я боюсь, я не рискую, не хочу, не хочу, я хочу быть дома, рядышком, если не дай бог у меня приступ, по крайней мере, я рядом, здесь дома, как говорится, буду в больнице лежать. Вот. Так что, никуда я не пойду, Арно уговарю, чтобы он поехал. Ну так как мы никуда не ездим, я говорю, давай хоть детям развлекать. Он возил их тоже в Эмпах, это у нас там наводяные такие развлечения, наводи на озере, а это вчера, я говорю, давай повезем их, этот скалолаз, он ему очень нравится. Такие вот дела. Вот. Так что, по поводу работы, я рассказала, что теперь объяснила, да, почему у меня такая стрессовая ситуация, откуда эти все болячки у меня идут. Вот. И, кстати, сейчас поеду к этому доктору, ждать по работе, чтобы он мне все помог оформить документы, чтобы мне выходить на работу на сокращенный срок, на полный график рабочий. Кстати, мне оформили тоже специально эту болезнь, у меня хроническая, она остается на всю жизнь, эта болезнь. И у меня остается на всю жизнь такой специальный, такой, как бы, статус, скажем, с этой болезнью, что я буду делать запрос на инвалидность по поводу этой болезни. Вот. Так что, эта болезнь, от рака не делала, потому что, ну, рак это у меня удалили, все и забыли, как это сам. Хотя могла и с раком делать, но не стала делать. Вот. А вот с этим, я знаю, что это на всю жизнь, и меня этим не вылечит. С этим мне жить, мне с этим жить, и просто жить на диете теперь, быть аккуратной, в питании, во всем, как говорится. И, и стукнул, что ли? И вот буду, да, все это оформлять с этим, с моим доктором по работе, и хочу заехать в скорую. Вы знаете, что у меня случилось? Может, я вам на следующем видео расскажу? Давайте в следующем видео расскажу про историю с моим доктором. Она сегодня бы жду за качество, что она болтала и вам, мне кажется, пустую что-то наболтала. Может, вам будет интересно, может быть нет. Сейчас покажу результаты такие, как закончили, а это там мяско. Заболталась, и я забыла, что у меня прозвенел будильник, что нужно лекарства пить срочно. Я равно приготовила, потому что у меня не получается все, что-то я так переживаю каждый раз. Он мне развел, вообще здесь пудра такая, и порошок разводит. Даже набрать не могу. У меня руки из одного места, у меня сегодня вообще растут. Здесь доза, она две дозы. Нужно набрать мне. и тянет туда почему-то. пить в холодильник до вечера, как раз до вечера. И одно мне приготовят опять на сегодня еще. Али, за ваше здоровье. Не буду при вас пить, невкусно. Добавля. Пить в холодильник. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Обратите внимание, у детей вот такие большие тарелки кушать. Вообще французы в больших тарелках едят, а у меня вот такая маленькая. Я уже давно перешла на маленькую тарелочку, потому что чем больше тарелка, мне кажется, тем больше накладываем кушать. Из-за этого я кушаю все в маленькой тарелочке. Так, ну что, смотрим. Видно, видно. Меня не видно, зато видно блюдо. Сейчас достаем мяско. Оп, не видно. Таким будет лучшим образом. Оп-пля. Переключаем. Мясо вот так готово. Фасолька. Сейчас попробуем. Вкусно или нету таким образом зажаренная. Вроде так аппетитненько. 20 минут, 25 минут и готово. Никакой головной боли. Не стоять возле кастрюли, ничего не перемешивать. Сейчас будем пробовать. Ну что, фасоль нужно, наверное, было ее немножко проварить, прежде чем отправлять в гриль. Ну что, кушать можно, но твердовато. Она еще плюс потому, что такая толстенькая у меня была. Если бы молоденькая была, то лучше было. Раз, то вкусно. Так что, всем приятного аппетита. Всех целуемся. Унимаем. До скорого. Пока-пока. Подобед. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok